Когда Олежка Федосеев появился на свет, его старшему брату Максиму было уже 10 лет. Младшенький всегда был любимчиком матери, и Мария Федоровна никогда не пыталась это скрыть. «Мам, а почему Олегу две шоколадки, а мне только одну?» — с обидой спрашивал Максим. «Но он же еще маленький», — терпеливо объясняла мать старшему сыну. «Ты уже взрослый, можешь прожить и без сладостей, а Олежка еще малыш». «Ну, так же не честно». «Хорошо, сейчас дам тебе вторую». Скрипя сердце, как показалось Максиму, ответила Мария и достала еще один заморский шоколадный батончик, которые в 90-х только поступили в продажу и среднестатистическому обывателю были еще в диковинку. Кроме того, семья жила в глухой деревне, и для того, чтобы купить приличных продуктов, в том числе и конфет, мать с отчимом ездили в город, который находился в 50 километрах. Поэтому Максиму оставалось только догадываться, каких душевных мук стоило матери отдать ему вторую шоколадку. После рождения Олежки Максим рос фактически сам по себе. Олега же опекали до самого совершеннолетия, как, впрочем, и в дальнейшем. Если старшего одевали, что называется для галочки, то с младшим все было иначе. Для Олега скупали все молодежные новинки, в то время как Максим довольствовался самым необходимым. «Надо сказать, отчим, с которым у него сложились неплохие отношения, говорил Марии, «Чего опять Максима обделяешь? Парень-то уже почти взрослый, наверняка ему какая-нибудь девчонка нравится». Пользуясь замешательством супруги и смущением пасынка, Андрей брал ситуацию в свои руки. «Давай, давай, Макс, посмотри-ка вон ту ветровку. Мне кажется, очень даже ничего, а?» – подмигивал он. «Наверное, неловко улыбнулся Максим. «Но я хотела купить тот голубой комбинезончик для Олежки», – сказала Мария. «И что, одно другому не мешает?» – весело сказал Андрей. «А Олежке комбинезончик через год станет мал». Мать лишь неодобрительно покачала головой. В такие моменты Максима раздирали противоречивые чувства. Парнишка любил мать той самой бесспорной и бесхитрой любовью, которой дети любят своих родителей. Однако Максиму было настолько обидно, что ему хотелось совершить какой-нибудь недостойный поступок. Например, разбить витрину в том самом магазине или соседское окно. Может быть, хоть так мать обратит на него внимание. Но в то же время Максим знал, что никогда не сделает ничего подобного. Все просто. Он любил мать и не хотел ее огорчать. Более того, Максим постоянно искал оправдания ее поведению. Он слышал, что Мария не очень хорошо рассталась с его отцом. И когда парню исполнилось 15 лет, он сделал вывод, что всю обиду на бывшего мужа мать вымещает на него. И хотя это был так себе аргумент, Максим простил мать на годы вперед. Он тешил себя надеждой, что вырастет, получит хорошую специальность, устроится на работу, станет богатым и начнет помогать матери. И тогда-то Мария поймет, какой у нее замечательный старший сын. Окончив с красным дипломом институт коммерции, Максим устроился в очень перспективную компанию по производству мебели. Когда он сказал об этом матери, Мария ответила. Что ж, молодец, поздравляю. И это все? Да, понимает ли она, что красный дается не за красивые глаза, да и на работу Максим устроился безо всякого блата. И тут же ответил сам себе. Безусловно. Только все мои достижения не имеют для нее никакого значения. То ли дело, первая за полугодие слабенькая четверочка Олега. Внезапно ему стало все равно. Хватит, решил Максим. Пусть живут, как хотят. Надоело уже присмыкаться и ждать, когда они посмотрят на меня с благосклонностью. Максим много работал и за пять лет работы показал все свои сильные стороны. Я считаю, что вы просто обязаны возглавить отдел, заявил босс. Уж кто-кто, а вы этого заслуживаете. Вы так считаете? Смущенно улыбнулся Максим. Да я в этом убежден, воскликнул Николай Григорьевич. У меня, если хочешь знать, на тебя очень большие планы. Ну, не будем загадывать. В общем, я назначаю тебя начальником коммерческого отдела. Спасибо, Николай Григорьевич. Я обязательно оправдаю ваше доверие. Да не за что, рассмеялся начальник. Это тебе спасибо за отличную работу. В тот же год ушел из жизни отчим. Услышав эту новость, Максим был ошеломлен. А что с ним случилось? Спросил он. У него был рак. Плача ответила Мария. — Рак? Но почему вы мне об этом не сказали? Уверен, я бы смог помочь. — Так ведь у тебя теперь своя жизнь? — вздохнула мать. Вот как. Выходит, уже пять лет Максим для них отрезанный ломоть. Хотя, о чем он? Это случилось в день рождения Олега, если не раньше. Как ни парадоксально, единственным человеком, который интересовался его жизнью, был Андрей. Родной отец младшего брата, любимчика матери. Но теперь и его нет на свете. — Не говори глупостей, — сказал Максим. — Я завтра приеду. Все расходы на похороны Андрея он взял на себя. После поминок Мария сказала. — В этом году Олежке поступать. Ты не мог бы за него похлопотать? — Похлопотать? — Недоуменно спросил старший сын. — В каком смысле? — Ну, помочь жильем, например. Или посодействовать в поступлении. Наверняка у тебя есть связи. Так-так, теперь его используют. — Мам, я не знаю, куда собирается поступать Олег, но иногородним студентам предоставляется общежитие. Я, например, если ты, конечно, об этом помнишь, именно там и жил. И с Олегом ничего не случится. Кстати, какие у него планы? — Ну, я не знаю. — Пожала плечами мать. Я думала, ты что-то подскажешь. — А что я подскажу? Я не знаю, что ему интересно. Может, просветишь? Мария растерялась. — Ну, компьютер. Он любит играть в компьютер. А о поступлении стало быть до моего приезда и речи не шло, констатировал Максим. Мать молчала. Кажется, сейчас она впервые почувствовала вину перед старшим сыном. Что и говорить. Последние 17 лет Мария буквально растворилась в младшем сыне. И каков итог? Старший сын, вместо того, чтобы плюнуть на них, да и жить своей жизнью, бросает все дела и едет организовывать похороны ее второго мужа, который относился к нему лучше, чем родная мать. А до кучи еще и выясняется, что она, по сути, ничего не знает и о младшем. Мария баловала Олега и угадывала его малейшее желание, совершенно забыв, что должна не только заботиться о нем, но и воспитывать в парне личность. И теперь, в преддверии отъезда Олега из родного дома, она не придумала ничего лучше, как перепоручить Максиму все заботы о младшем брате. Видит Бог, старший сын догадывался, о чем думает мать. «Ладно, мам, я сделаю все, что могу», сказал он. Олег учился посредственно, поэтому брат при всем желании не мог пристроить его в вуз или хотя бы в приличный техникум. Братья уже собрались подавать документы в ПТУ, но когда они были в дороге, Максиму позвонил приятель, который работал преподавателем физкультуры в техникуме. «Привет, Макс, вопрос о поступлении брата еще актуален?» осведомился он. «Актуален», ответил Максим. «Сейчас едем в училище». «Отставить», скомандовал Игорь. «Дуйте в нашу сторону, у нас недобор на специальность архивное дело». «Понял, едем, с меня причитается», сказал он и, отключившись, обратился к Олегу. «Ну что, братан, едем в технарь, будешь учиться на архивариуса». Тот безразлично кивнул, «Архивариус, так архивариус, главное вырваться из той дыры, в которой он прожил семнадцать лет». Максим выделил брату место в квартире, но вскоре он заявил, что переезжает жить к своей девушке. «Что ж, кто бы возражал», подумал Макс. «Пора Олегу начинать жить своей жизнью. Я-то не мама, сопли ему вытирать не собираюсь». Да и надоели уже его приходы под шофе глубокой ночью, а то и под утро. Почуял свободу, чтоб его. Девушкой Олега оказалась сорока двухлетняя состоятельная тетенька по имени Инесса. Дамочка поселила Олежку в своей шикарной квартире, но купила ему красивые одежды и дорогие аксессуары. Но парень рассудил, что у него тоже должна быть своя копейка. Да только где ее взять? Стипендия слезы. С матери взять нечего, и именно по этой причине Олег с ней почти не общался. Ну а работать он не любил. Остается брат. И Олег время от времени наведывался к нему на другой конец города для того, чтобы разжиться деньгами. «А что же твоя девушка?» спросил Максим. «Не вносит вклад в общее хозяйство?» «Вносит», ответил младший брат. «Но то девушка, а то я». Мудро подумал Макс, так шел бы тогда работать. Но мысль так и осталась невысказанной. Говорить об этом с Олегом только впустую сотрясать воздух. «Хоть бы познакомил со своей девушкой», сказал Максим. «Как нибудь в другой раз». Прошло три года. Максим работал не жалея сил. Компания вышла на международный уровень и теперь работы прибавилось. Олега отчислили из техникума и теперь он кочевал от одной состоятельной дамы в возрасте более 40, а то и 50, к другой. Максим прекрасно знал, чем живет его младший брат, но не вмешивался. В конце концов это его выбор. На душе Марии Федоровны было неспокойно. Как там Олежка? Чем он там питается в этом городе? Максим уверял, что у них все хорошо, но ведь она мать и должна убедиться в этом воочию. «Адресок не подскажешь?» спросила она старшего сына. «Мам, может лучше ко мне?» предложил Максим. «А потом я бы свозил тебя к Олегу». «Нет-нет, я к Олежке, сделаю мальчику сюрприз». «Да ну вас к черту!» разозлился он. «И чего я в самом деле церемонюсь? Пусть знает, кем вырос ее любимчик». И Максим продиктовал матери адрес брата. «Какой дом, а?» подумала Мария Федоровна, когда наконец прибыла про адресу проживания младшего сына. «Молодец, Олежка!» Олег открыл сразу. «Здравствуй, сынок!» воскликнула она и попыталась его обнять. «Че приперлась?» отстраняясь от матери, невежливо спросил он. «Но мы же не видели столько времени. Я тут тебе творожку, сметанки привезла, яичек домашних». Растерянно проговорила Мария. «Да не нужны мне твои вонючие яички и все остальное. Сейчас я дам тебе денег на обратную дорогу. И давай-ка домой». Олег ушел в комнату, а через пару минут вернулся с деньгами. В коридоре показалась холеная брюнетка с короткой стрижкой. «Олег, что это за бабушка?» с ужасом спросила она. «Это ошиблись адресом», ответил Олег и захлопнул дверь прямо перед носом матери. Мария Федоровна положила деньги на коврик у двери и побрела обратно. Слезы застилали глаза. Она села на лавочку и позвонила Максиму. «Мама, я сейчас на работе, но это не важно. Мам, никуда не уходи, я буду через пятнадцать минут». «Так, а чего плачем?» спросил старший сын, подъехав к дому, где проживал младший брат. «Все хорошо, сейчас мы едем ко мне. Кстати, сегодня вечером я познакомлю тебя со своей невестой». «Надеюсь, она хорошая девушка», спросила Мария Федоровна, понемногу успокаиваясь. «Она самая лучшая девушка на свете, ты сама увидишь». «Наверное, надо что-то приготовить?» «Нет», рассмеялся Максим. «Я заказал ужин в ресторане, отдыхай и получай удовольствие, еще наготовишься, я еще не забыл вкус твоих блинов». «Вот и замечательно», прошептала мать. После знакомства с невестой Максима Мария Федоровна успокоилась и поняла, какую ошибку совершила. Только сейчас она почувствовала, что не додала любви и ласки, но Макс на нее зла не держал. Выходит, переизбыток любви тоже не всегда хорошо. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.